иду с работы 9 часов утра и уже день рабочий мой закончился как хорошо не очень конечно плохо то что делать нечего на работе правда просто делать не знаю даже как это назвать но через чур через чур как бы сказать через чур делать ничего хоть мусор с собой приносить дом выбрасывай заслоняешься три часа говорят правда с сентября будет когда студенты по надоедут будет визе то есть не скучно я пришла в апреле в мае в конце апреля парк такой вот и было очень визитаем ну то есть очень много работы как они говорят парк такой красивенный много работы было потому что было бы сдавались экзамены и студентов было много и меня поставили в такое самое грязное место как они говорят там библиотека и там люди спали и ели и общем все это все это и было у меня там два туалета убирать как бы тоже мужской туалет более такой грязный вот и все равно было очень ну два часа по за глаза чтобы все убрать прям все убрать не так как они здесь убирают они там пылесос с пылесосом ходим ходят не все вот пылесосит как мы дома да как методом тыка где там маленькая беленькая точечка лежит они тут тыкнули пылесосом и дальше пошли вот главное мусор собрать и и то я говорю два часа от силы здесь вообще дали мне такой или легкий участок или что то есть народу мало совсем кто-то там приходит днем я вижу вот и после меня нет клинеров на библиотеке там целый день клинеры меняется каждых три часа и до глубокой ночи все что-то убирают убирают не знаю после внутренних клинеров которые убрали все вот и но здесь вообще просто прихожу и думала может быть в понедельник там после выходных после пятницы будет какой-то бияк но ничего в общем скукотища вот прям мне даже уже интересно что же будет в сентябре все говорят ой такой бизита круче работа небе лежачего чтобы тут не говорили кого бы тут не было ходят развалочку все честно говоря мне все мало ну ладно как-то наверно приспособиться надо привыкнуть к этому делу вот что хотел сказать тут меня видео благодарность получила лена прохладный не знает ее канал посмотрите очень интересный тоже она как бы смысл как она говорит она начала заниматься ютубом каналом с моей подачи я это направила подтолкнула но не знаю ну в общем я рада за нее у нее все так хорошо получается она такая у нее очень интересная история просто грех было не открыть канал сначала у нее мама маму выдала замуж приехала мама в англию а потом сама мужа себе нашла шуму объех мужья англичане симпатичные ребята такие у них и вообще у них там прекрасно и замечательно так что вот можете посмотреть ее канал найти и она прохладная как мне сейчас я через говорю через наушники опять вроде получше слышно сказали так но а я хочу сказать благодарность свою моим подписчикам моим зрителям то есть только я заленилась только мне неохота ничего делать на канале ничего снимать вроде рутин одно и то же как тут же мне кто-нибудь позвонит или или напишет и вопросы мне радует что люди что-то интересно что-то полезное могу рассказать вот и тут мне давняя знакомая я думаю на зрительница моего канала у меня спросила что же такое кето человек пытается похудеть и вот я хочу сказать но не собиралась я про это рассказывать пока потому что как бы о кино приехали снимать потому что как бы но не знаю еще что рассказывать я как бы я изучаю для себя эту тему до сих пор тоже два месяца я на кету вот я не ем углеводов и не ем все что связано с этим делом сладкое хлеб мучные мучная продукция ну и так далее вот не ем как-то так резко отказалась и легко у меня так все прошло я не знаю как может быть нелегко вот потому что это очень такая сытая диета на ней не голодаешь наоборот притупляется голод и это не диета это питание это система оздоровления вот и в первую очередь меня это и заинтересовала не то что там как похудеть как диета а то что как система оздоровления и вот и ну про результаты я не знаю говорить не говорить нужно сказать что ушли мелкие очень болячки которые которые досаждали честно говоря очень например как как изжога просто вот исчезла как я мучилась изжогой и я всегда думала что у меня изжога очень любила такие завтраки как бутерброд тост из хлеба из черного с маслом и сыром и мне казалось что у меня от сыра изжога вот только поем не начинается такое бурчание в животе и под изжога просто она изжога у меня не только от этих бутербродов была а вообще на ровном месте могла возникнуть просто днем и ночью и ты едешь или нет так такой тихоход какой-нибудь попадет по дороге и хоть ты его ну давай уже о молодец вот и изжога просто вот я ходила все время с таблетками от изжоги и не могла спасалась вот и не стало и ну и другие вот я просто замечаю такое облегчение что от других таких мелких вот каких-то но досаждающих и как бы подавляющих хорошее настроение мелочи такие вот здоровье они мелочи конечно здоровье никогда не может быть мелочью ну вот исчезли что еще и это такое такое сытое питание то есть больше овощи я люблю и листовые овощи здесь в приоре как бы там надо есть их много допустим тарелка и половина вот этих вот овощей овощей листовых и крест крестообразных креста как это крест капусты там присутствуют в общем такие овощи которые растут над землей не внутри а над землей вот и и вторая половина тарелок делится на две части одна часть протеина другая часть жиры а что можно класть на на тарелку половина где овощи на вторую половину кусок мяса там курицы кто чего любит протеин а рыба жирная вот она на вторую половинку половинки это жиры это авокадо это маслины ложка масла там если на овощи я поливаю в общем я так не могу рассказывать потому что как бы я не специалист и я не 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 нет не было у меня такого изучать что-то там рассказывать поэтому я просто пошла на ютуб меня спросили что это такое откуда я узнаю что это такое я где-то на видео увидела заинтересовалась меня это заинтересовало я начала интересоваться конечно поисковик который самый лучший я думаю это ютуб и гугл вот забиваете туда и находите себе есть канал официальный доктор берк который рассказывает про эту диету диетолог американский и он очень у него хорошие короткие видео очень такие конкретные по делу они не забирают много времени чтобы смотреть по ним учиться вот и у него на английском языке конечно этот его канал вот у него там 3 миллиона подписчиков кстати но не зря да вот и есть уже ребята которые начали озвучивать озвучку делать на русском этого канала поэтому поищите кому интересно на ютубе вот и изучайте чужой опыт он по-моему самый бесценный на чужих ошибках и опыте учиться надо я так считаю лучше чем на своих ошибках вот и все рассказывают все показывают все что и ошибки и что как лучше и в инстаграме полно рецептов рецептов очень много кажется вроде однообразное такое питание но нет на самом деле вот можно всякие готовить и даже вкусняшки умудряются готовить как безуглеводные очень вообще и тортики и шмортики ну правда это еще одна фишка то есть надо соблюдать интервальное голодание то есть я не ем допустим ну мне это легко но я вообще легко начала и мне очень понравилось все это то есть допустим если в 6 часов вечера последний раз поел то плюс 16 часов ты не ешь а 8 потом окно питания окно голода, окно питания вот и мне нравится то есть я вот почувствовала облегчение ни на какой такой что я там только не пыталась раньше и здоровое питание и меньше жиров и так далее но я никогда не чувствовала себя вот так хорошо замечательно легко и люди сбрасывают вес хорошо на этом питании потому что уменьшаются порции уменьшаются то есть вот это вот интервальное голодание оно дает здоровье но подробности тоже посмотрите где-то не у меня вот я просто понимаю я вот изучаю сама для себя я поняла для себя что-то но вот научить я как-то не умею вещей там я только могу рассказать что мне хорошо вот и что еще легко легко себя чувствуешь ушло у меня за это время 3 килограмма прям так устойчиво ушло прям я чувствую я уже десять лет у меня перебор в весе хотя по мне не видно многие говорят да куда тебе худеть но мне доктор сказал что да у тебя ну говорят вот по медицине говорят что да перебор в весе но было то немного перебора но десять лет я этих не много никак не могла спросить и ела и не ела и жиры не жиры в общем и ну в общем никак что-то я пыталась сделать пыталась то есть то не есть оказалось все от углеводов елы-палы а у нас все мы так привучены к этой вот диете на углеводной да в магазин сейчас захожу думаю боже мой сколько правда углеводной продукции продается просто завалены все магазины вот и многие люди пишут рассказывают что даже диабет сахар нормализируется у людей которые начинают просто сидеть на кетодиете и это вообще удивительно не есть углеводы и вот когда ты не ешь углеводы у тебя аппетит притупляется не аппетит а голод чувство голода притупляется у тебя нету такого чувства да надо поесть вот просто вот вообще умираешь вот надо поесть и все вот голод такой уступает нет такой вот ровный какой-то ровное такое настроение такое ровное желание ну да вот пустой желудок но так вроде как приятно даже что ты себя так чувствуешь хорошо на ну как бы легче да и в общем вот даже приятно это да вот и нету такого зажоров нету ну и легко держаться вот по-моему очень даже я не знаю не хочется мне абсолютно я вот так равнодушно сейчас смотрю на все эти булочки которые я любила просто вообще обожала вот и с чаем и вот побольше жирка добавишь даже чай со сливками с кокосовыми это кофе с кокосовыми оливками и с кокосовыми сливками вот потом еще вот не освоила есть такая удивительная особенность в Англии только начинаешь ездить по какой-нибудь дороге найдешь лазейку там где нет трафика нет машин ее сразу начинают перестраивать что-то копают что-то строят ну конечно удивляться это этому не стоит потому что оно до сих вот просто когда у тебя под ногами это все вот пожалуйста перекопали сколько раз я тут ездила вообще ничего не было нет сломалась у них но старый свет как говорится все латают 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 и бесконечное латание то есть новое это новое оно долго стоит в новом вот а старое это старое одни латания это моя любимая улица по которой я всегда мне приятно ездить много правда этих лежачих полицейских я люблю здесь тут и трафика вот никогда нет только застройки сейчас стояла кого-то пропускала вот в общем ну что я хочу сказать ищите в интернете вот мне задали вопрос а где как узнать про это гугл спроси говорит мой внук с 5 лет с 4 даже наверное гугл спроси очень скучаю вот такие дела у нас потеплела погода мне говорят вы что там старые видео заливаете нет не старые ничего старые вчера была такая погода например я утром выхожу плюс 9 что я старые заливаю видео плюс 9 я в куртке выхожу ё-моё в машине холодно сидеть пока она нагреется пока едешь вот выходишь с работы вот так вот уже потеплело потеплело всё вроде как и жарко стало вчера например как было потом к вечеру как ветерочек холодный паду офигеть просто вот хочется опять вот такие дела поэтому у нас что вы удивляетесь английская погода это не на юге на юге Англии кстати намного еще стоим намного теплее почему потому что на юг южнее теплее то есть погода вот мне казалось ой погода вот тут рядом город что это другая погода или там а она вообще по районам если большой город в одном районе такая погода а в другом районе другая погода там дождь пролил ливень или снег высыпал а здесь ничего нет о приехала за минут 20 там нет поэтому все хорошо английская погода как говорится вы давно живете в Англии если вы выходя из дома берете с собой солнечные очки куртку и зонтик так такая погода так ну все все заканчиваю свой влог спасибо опять же моим зрителям которые меня полкнули уже думаю снимать и снимать уже так все вот спасибо Людочка Тищенко что бы у тебя в своей жизни получилось как ты хочешь Наташечка которая меня про кета спросила ну и всем остальным всем пока всем хорошего настроения солнечной погоды подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и дизлайки всему рада пишите комментарии всем пока субтитры сделал DimaTorzok аааа